здравствуйте мои дорогие как слышно как видно здравствуйте скажите пожалуйста свет звук кто первый зашел может быть поярче немножечко сделаю так будет лучше сейчас немножко повисеть пока добавится люди к нам все кто хотят учиться здравствуйте спасибо елен здравствуйте наталья елена оксаночка моя дорогая здравствуйте здравствуйте висим значит пока висим немножечко опять про дисциплину что пожалуйста сегодня мне кажется вот сегодня самая большая будет лекция из пяти где по каждому тегу можно читать отдельный эфир мне кажется по каждому манипулятору по каждой мишени по каждой цели можно читать отдельный эфир поэтому пожалуйста давайте в чате дисциплина да кто будет мешать тот будет удален честно говорю просто сделаю так шкоп и нет у вас и ну и ничего страшного да то есть посмотрите в записи вот так теперь что у нас я открываю свои теги чтобы ничего не забыть еще специально тяну резину потому что количество просмотров висят всего летит сегодня у нас лекция номер три под названием манипуляция завтра у нас будет 4 контр манипуляция то есть ответ на манипуляцию до послезавтра у нас будет лекция номер пять быстрое восстановление эмоционального равновесия чтобы долго не рассказывать ее назову реабилитация то есть после того как вас от манипулировали и вы ответили вам нужно быстро восстановить эмоциональное равновесие так все все кто хотели пришли поэтому я буду идти вот по этим тегом у меня будет три слайда презентации вот именно вот это чтобы вам не записывать да и пойдем с самого начала напомню вам что у нас нейро и айкидо да то есть мы ни на кого не нападаем то есть если вдруг вам в руки по я попала какое-то знание вы должны понимать что знание это всегда оружие которое можно против кого-то направить да то есть если вы сейчас такие будете умные и научитесь распознавать манипуляторов это не значит что вы должны их тут же чморить убивать и сгонять и люди прекрасно с этим живут и не все манипуляции это плохо и скажем так вообще ничего страшного в этом нет все мы с раннего детства манипулируем и манипулируем и главное чтобы совпадали интересы то есть если совпадают интересы это знак плюс если не совпадает это знак минус то есть ребята если вы получили в руки какой-то инструмент вы должны понимать что этим инструментом можно по пользу принести а можно убить как лопатой можно посадить огород можно сбить корону а можно зарубить да то есть если у вас в руках газовый баллончик это не значит что вы должны быстренько бежать и всем вплоть шикать в глаза это понятно да то есть что по сути своей все переходим к теоретической части что по сути своей является манипуляции что такое в принципе манипуляции все мы понимаем это слово мани мани манипуляция манипула маникюристы вы точно знаете что такое мани это руки до манипулятор это инструмент который перемещает вручную что-то из одного места в другое с конкретной целью только и всего то есть мы все манипулируем каждый божий день и что в психологии манипуляции я вам объясню это то когда вы прогуглите кстати вам будет смешно аренда манипулятора продажа манипулятора да то есть вы увидите инструмент на самом деле который представляет собой какой-то девайс упор и крючок то есть у любого манипулятора есть цель то есть чего что он хочет добиться что он хочет изменить вручную что он хочет откорректировать по своему желанию да у него есть стратегия что он будет брать и куда он это будет относить да и у него есть обязательно крючок то есть с помощью которого он этот объект манипуляции удерживает то есть манипуляция имеет объект есть манипулятор есть манипулируемая всегда понятно да поэтому теперь вы должны понимать что манипуляция бывает тоже со знаком плюс и манипуляция бывает со знаком минус потому что если доктор стоматолог говорит маленькому ребенку открой ротик я только посмотрю это тоже манипуляция то есть у доктора есть цель чтобы у ребенка не болел зуб у него есть стратегия да он его обманывает конечно он не просто посмотрит он начнет там что-то ковыряться и причем возьмет реально крючок чтобы он вырвал этот зуб молочный у него нужно реальный крючок иметь понимаете да то есть в не бойтесь пожалуйста этого слова и по и мы идем дальше сейчас я вам захочу рассказать да это понятно я надеюсь поэтому я выключу презентацию чтобы лучше видеть вас душа моя как говорится да как в красной шапочке чтобы лучше видеть тебя дружочек сейчас я ее уберу вот значит что какие бывают манипуляции давайте быстренько то есть их всего три ребят основных манипуляций видов манипуляции ребят я не буду у меня уже сейчас конфликт с охраной я буду немножко останавливается и продолжать после этого сверлёжки сейчас и на труда цвет и мы продолжим то есть у меня тут немножечко видите я на работе они тоже на работе и мы бодаемся кто главнее в данный момент вот то есть я ваш я вас прошу извините иначе нам придется переносить эфир да то есть я эти моменты потом по вырезаю значит если вы умеете управлять своими эмоциями если вы самодостаточный человек манипуляции вам не страшно не страшно это хорошая новость для вас значит манипуляции всего три это обман это провокация и шантаж обман это путь войны сразу вам хочу сказать то есть если человек обманывает с корыстной целью это война все да но вы поймите что не всегда то есть мы с вами определились у манипуляции есть цель и если эта цель совпадает с вашей целью вы прекрасно идете на компромиссы вы прекрасно договариваетесь вы прекрасно договариваетесь и ничего страшного с вами не происходит иногда манипуляция превращается в такого вида игру типа ухаживания знаете когда это действительно экологичный момент когда это интересно это момент заигрывания понятное дело что он хочет на тебе жениться может и не жениться а может ты хочешь и это неважно да вот этот процесс ухаживания это все прекрасно срабатывает если у вас как объясню еще раз общая цель манипуляции бывают лингвистические и поведенческие это то о чем я вам говорила еще в начале этой лекции что в начале нашего курса что мы манипуляции бывают голосом манипуляции бывают обстоятельствами вынуждением ситуациями действиями то есть если вас просто взяли и подвинули это тоже манипуляция понимаете голос тут имеет место быть только как дополнительный инструмент отойди да то есть иногда вас могут подвинуть физически и это тоже будет манипуляция иногда возможно могут задеть очень часто вот такие манипуляции бывают за да за на дорогах когда человек специального такая подстава знаете провокация и когда ты получаешься как бы виноват да поэтому обман провокация или шантаж ребят чат останавливаем бьем сердечки пожалуйста просто лингвистические и поведенческие и все значит как распознать манипуляции чтобы с вами не случилось паранойя то есть с вами может случиться сейчас такая штука вы сейчас наслушаетесь и подумайте а демоны вы все мной манипулируете и вы будете ждать манипуляции из-за любого угла да и будете загоните себя в еще больше невроз да поэтому как распознать в манипуляции есть немножко правды поэтому ее сложно распознать вот мы сегодня будем обсуждать эти мишени серьга бьется о наушнике я чувствую прям этот звук извините вот вы когда будет манипулятор попадать именно в вашу ахиллесову питу именно в вашу модель там будет немножко правды поэтому многие конечно же ведутся и как распознать немножко правда есть но вы явно чувствуете нарушение ваших личных границ мы с вами говорили уже о самооценке а самодостаточности а стрессоустойчивости то есть самодостаточный и стрессоустойчивый человек он всегда чувствует когда нарушают его границы понимаете то есть если вы чувствуете что вас склоняют вынуждают каких-то каким-то шагам если вы чувствуете что вроде бы как все хорошо да но вас поимели вот бывает такое да часть чаще всего вы это чувствуете уже постфактум то есть во время манипуляции вы не отреагировали но вы приходите и понимаете что вас просто от имели то есть вас заставили делать то что вы делать не хотели бы у вас откуда-то взялась эта лень прокрастинация понимаете вы вы не понимаете вы понимаете что вы в тот момент когда вы это делали вы понимали что не сделайте будете будет хуже да и поэтому вы вынуждена что-то вы сделали и в потом постфактум у вас такое послевкусие такое и вот если это послевкусие есть это сто процентов перед вами был манипулятор вопрос сможет ли он манипулировать вами второй раз третий раз четвертый раз это вопрос к вам то есть если вами манипулирует годами то это вопрос к вам это вопрос не к нему то есть понимаете вот чтобы не было паранои я вам сразу хочу сказать что вот примеру если вас кто-то зовет выпить кофе если вас кто-то назовет пойдем поговорим это не значит что вас вами манипулируют нет то есть если вам горят пойдем покурим то ну пойдем покурим пойдем покурим да счета на меня вдруг курить приглашать да просто я вам образно сейчас говорю такой распространенный пример да или перезвони мне да опа а чё этот я тебе должна перезванивать может быть это ты мне должна перезванивать да а вот когда вам говорят пойдем покурим я тебе что-то расскажу или перезвони мне я тебе что-то интересненькое расскажу да то есть это уже есть повод задуматься то есть это состояние вот мы вчера с вами разговаривали из какого эго состояния у вас вылазит этот крючок какие крючки мы с вами будем говорить откуда это любопытство откуда это жалость откуда этот стыд откуда это как вам сказать это гордыня до что-то какая-то корона там у вас и вам пообещали что-то что ой ой какая ты вообще крутая да ты моя гуру мне сразу говорят вот мне говорят вы наша гуру я говорю ой иные понимаете вот не надо мне про гуру и я всегда говорю от гурочки слышу у меня сразу вопрос что надо понимаешь как только начинается вот это вот когда здравствуйте светлана вы такая замечательная вы такая охренительная я читаю ваши посты и хорошо бы это человек просто написал а он говорит а теперь вопрос а теперь по существу и вот такая простынь в личку прилетает я говорю замечательно спасибо что похвалили вот поэтому смотрите поехали дальше условные рефлексы все мы это в школе изучали как у собаки павлова есть безусловные рефлексы с которыми мы рождаемся и есть условные рефлексы которые мы зарабатываем всю практически жизнь каждый день каждый девочки кто флудит в чате я не буду перезаходить вот сколько я успею за час сказать столько я и скажу во первых не надо со мной на ты а во вторых я знаю что ей правда классно реально я буду будем сидеть и смотреть друг на друга значит ребят еще раз условные рефлексы условные рефлексы вырабатываются в раннем детстве с безусловными рефлексами мы появляемся на свет условные рефлексы вырабатываются тогда вот ребенок открыл глаза и все и это начинается начинается что запищал покормили заорал поменяли поплакал пожалели и так далее вот это вот самая первая манипуляция это привлечь внимание чтобы получить желаемое да у ребенка нет еще никаких абсолютно возможностей заявить о себе кроме вот таких вот реакций да значит что происходит это манипуляция неосознанная это манипуляция нормальная да даже самая мама с материнским инстинктом да то есть это формируется таким образом надо что-то сделать чтобы что-то получить но это же не проблема абсолютно когда это переходит в ранг проблемы скажите пожалуйста в ранг проблемы это переносится тогда когда человек взрослый используют эти инструменты во взрослом возрасте сознательно то есть мы не будем есть сознательные манипуляции есть бессознательные манипуляции давайте мы сегодня не будем вообще разбирать манипуляции со знаком плюс и разбирать манипуляции бессознательные да потому что у нас что сейчас нейро айкидо то есть преднамеренные мы разбираем не преднамеренные мы не разбираем осознанные мы разбираем неосознанные мы не разбираем потому что непреднамеренная и неосознанная меня манипуляция это та которую человек сделал и сам не понял он не хотел понимаете он не имел конкретной цели взять тебя на крючок и перенести твое поведение туда куда ему выгодно то то есть выгоды не было может быть она была но он ее не сознавал да то есть нет смысла кидаться на людей которые совершенно не хотели быть вам опасны которые совершенно не хотели реально вас обижать то есть к примеру я как медик опять же говорю клятва гиппократа то есть если женщина в родах ударила тебя ногой это не значит что надо ей отвечать понимаете если человеку больно да это не значит что надо кидаться на него и разбираться кто здесь прав начнем с того что на моей памяти на в неотложной помощи пойму не почему-то всегда везло на алкогольные делирии вот я не знаю почему да кто-то роды принимает кто-то бабушек спасает андреева с алкашами всегда вот у меня все алкогольные делирии поступали мои я не знаю почему почему я насмотрелась только белок за свою жизнь я хочу сказать как меня только не называли чем меня только не летела я это воспринимала именно так что человек болен он видит чертей я черт нет я не черт я кто я человек у которого как сказать миссии ему помогать да поэтому если неосознанные рефлексы или привычки над которыми мы не задумываемся как дети что мы не сидели мы не продумывали мы не искали слабые лист места мы не шантажировали мы не спекулировали да но почему-то так получилось что без заранее какого-то умысла человек наступил нам на ногу это не значит что нам надо кидаться и разбираться вот поэтому идем дальше обман это путь войны то есть когда человек решил осознанно спланировано вами воспользоваться есть этому абсолютная формула то есть что я вам только что и показывала что у каждой манипуляции обязательно есть цель что-то за счет вас добиться у каждого манипулятора обязательно есть механика то есть стратегия по которой он будет это делать и у каждого манипулятора обязательно есть крючок и крючок то есть мишень она находится на вас это та кнопка про которую мы разговаривали с вами в прошлых эфирах что ты ее нажимаешь применяешь определенное заклинание да и человек как баба под как болванчик идет и делает все что ты его что все что ты от него хочешь то есть смотрите причем мишени вот мы сегодня будем с про их разбирать давайте вот прям сразу я сейчас открою мишени до почитайте пока пожалуйста а я вам скажу что в большинстве случаев манипуляция очень видно самодостаточный и прокачанный человек в плане своих вот этих вот слабых мест вот я вам сейчас пока показала самые распространенные мишени на самом деле больше но я выбрала сейчас самые самые вот такие вот пока то которые практически есть в каждом из нас ну у каждом вопрос насколько эта кнопка какого она размера и находится она ли у вас на лбу то есть если она у вас где-то под мышечкой и работает только по отношению к близким людям и то иногда да и то когда у вас цели совпадают и вы сами этого хотите то ради бога эти кнопочки они есть мы не роботы мы не роботы ничего и не циничные суки конечно мы бываем чувствуем вину мы страх и стыд и и гордость и жалость и сама и не самостоятельность и зависимость и взаимозависимость да что такое индивидуальная фиксация это тот мне неизвестный набор кнопок который ваш именно ваш понимаете дело в том что эти кнопки работают по отдельности эти кнопки работают в совокупности и это целое переплетение понимаете и и и бывают люди рядом с которыми манипуляторы играют на них как на баяне ребята вот просто вот так лолололололай лолололо и И понимаете, и вы ведетесь, и этот манипулятор один или несколько, он просто приходит, и тебе сюда тык, и ты пошел. Он сюда тык, 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 и ты пошел. И ты абсолютно не самодостаточен, ты абсолютно не стрессоустойчив, ты просто, как говорят, с вами работают кукловоды. Значит, кто такие настоящие кукловоды? Давайте договоримся, что настоящие кукловоды, которым вы не можете противостоять, это работники спецслужб, спецподразделений, понимаете, да? Контрразведка, например. Это работники, это политтехнологи. И это очень гениальные аферисты, которые делают сложную многоходовку, сложную многоступенчатую манипуляцию, которую не может распознать даже разведчик. Понимаете, на каждого разведчика есть контрразведчик, на каждого политтехнолога есть другой политтехнолог или пиарщик, да? Который будет вытаскивать кишки из своего клиента, чтобы только закрыть вот эти все мишени, чтобы, не дай бог, ничего нигде не сплыло. Потому что, когда дело касается шантажа, то тут, конечно, срабатывают самые страшные манипуляции, которые могут довести человека чуть ли не до самоубийства, да? То есть я сразу вам хочу сказать, что давайте, ребятушки, без паранойи. Потому что самую обычную манипуляцию, которую я вам описала, цель, стратегия, мишень, ее можно просчитать на раз-два. Сейчас мы будем их перечислять. И вы поймете, что, опять же, если какой-то гад имеет скрытую выгоду, а у вас какая-то из этих кнопок находится просто на лбу, да? То он смоделирует, говорит вам какие-то слова, смоделирует какую-нибудь ситуацию. И если вы уже попадались на манипуляцию, а вы 100% попадались на манипуляцию, то вы поймите, вам есть над чем работать. То есть завтра и послезавтра вам будет над чем работать. Это будет, кстати, одно из вашей домашки, да? Что вот эта природа человеческих явлений, вот этих поведенческих явлений, есть целое направление в науке, которое называется эмоциональный интеллект. Да, и если он у вас развит, то вы прекрасно знаете, где у вас какие кнопки, и вы человек и неплохой, и нехороший. У вас не бывает плохих или хороших людей, и когда вы манипулируете, вы тоже себя узнаете, да? Главное, чтобы совпадала цель. Главное, чтобы у вас вектор был одинаковый, что мы договорились, и мы позаигрывали друг с другом, договорились, подружились и пошли дальше, да? То есть, что первое, что является приемом контрманипуляции? Завтра будем подробно разбирать. Сегодня я вам сразу хочу сказать, что контрманипуляция – это видеть цель, что человеку надо, понять стратегию и закрыть мишень. То есть крючок не поймает рыбу там, где ее нет, понимаете? Крючок манипулятора будет булькать, булькать, булькать в воде, но там никого нет, понимаете? А он будет мимо, мимо, мимо. То есть вот я, к примеру, сравниваю это либо с заигрыванием, да, либо с игрой в шахматы. Все вы прекрасно знаете, насколько я люблю шахматы, и вот эта стратегия. То есть вы сидите и играете, ага, а что ты сейчас делаешь? А, ты мне пешку подставил, ага, я съем твою пешку, а у меня ферзь без защиты, да? То есть и так далее. И начинается, 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 и это на самом деле вся жизнь, она вот этим вот и интересна. Понимаете, если бы мы были все абсолютно прозрачны, ну и что? И что? И в чем-то, да, весь прикол. То есть если вы понимаете контрмеханику, то, естественно, вы понимаете, что, во-первых, что он хочет, во-вторых, как он это делает, а в-третьих, подходит вам это или нет. То есть если вы понимаете цель, что человек хочет вывести вас из себя, вы не выводитесь, да? Если вы понимаете, что вас сейчас бомбанет, да, а он так и хотел. То есть если вы хотели, чтобы вас бомбануло, вас бомбанет, то есть вы придете и откусите как бы голову ментально, да? То есть зная слабое место оппонента, к примеру, агрессия работает на страх, да, критика работает на стыд и так далее. То есть вот мы очень внимательно с вами будем все это разбирать. И самое главное, что вот я перечислила ваши слабые места и мои как бы тоже, да, что нужно делать? Их нужно проработать и никогда не демонстрировать людям, которыми вы не доверяете. То есть что такое, собственно, доверие, да? То есть не зря, что есть в русский язык богат и могуч, да, что вот слово вера, верить, да, это корень вер. А еще есть доверие, это то, что доверой. Потом есть проверка, это то, что проверяется. И только потом верите. То есть если человек с вами раз, второй, третий, и вы чувствуете, что никакой манипуляции не происходит, вы можете ему верить. Потому что вы ему доверяли сначала, потом вы проверку он прошел, и потом вы верите. Также у нас есть обязательно вот эти вот люди, которым, ну, невозможно никому не доверять, да, только параноики никому не доверяют. Вот, верить не надо всем подряд, да, проверять можно, доверять нужно. То есть доверяем мы сразу, а проверяем мы один раз. Ну, можно дать второй шанс, вдруг человек неосознанно ошибся, да. Но если человек раз проверку не прошел, два проверку не пошел, на вшивость, да. Если вы раз чувствуете, вас поимели, второй раз вас поимели, это значит что? Все, лимит доверия исчерпан. Да, поэтому не трепите языком с теми, кому вы еще не доверяете. Не трепите языком и не рассказывайте о своих, о том, за что вы виноваты, что вы считаете справедливым или несправедливым. Какие у вас крючки, не показывайте, да. То есть, чтобы вам нельзя было подсунуть котенка для того, чтобы вы открыли дверь грабителю, понимаете. Если у вас по двери будет мяучить котенок и вы из жалости, да. Если вам вдруг будут уверять, что это стыдно, да, а у вас, извините, стыдно пойти к гинекологу, да, и поэтому я приду с четвертой степенью рака, да. То есть, вот понимаете, что это как бы абсолютный идиотизм, и я сейчас не буду вам рассказывать эти случаи, контрманипуляции мы будем учить завтра. Но, вот как я говорю, политики это хорошо понимают, у которых нет никаких соцсетей, которые четко отслеживают, у них спецслужбы отслеживают количество информации и дозируют количество информации, которое попадает в сеть. И сразу я вам хочу сказать, знают двое, знает и свинья. Есть поговорка такая. Поэтому, если человек не входит в ваш круг доверия, и вы ему по пьяни вытрепали, как что-то, да, и у меня всегда вопрос, что вот есть у тебя эта подружка, да, ты когда это говорила, ты думала, чем это может обернуться, если вы вдруг перестанете быть друзьями? Или, если вы вдруг станете конкурентами, ты никогда не думала, что куда всплывут эти фотки, или вот эта история, или эта аудиозапись, куда она всплывет, да, то есть вас будут вертеть просто как на шесте. То есть эта информация может вам повредить или не может? Если может, не делайте этого с теми людьми, которым вы не верите. То есть доверие и вера – это разные вещи. Доверяем мы практически каждому. Почему? Если человек пошел спросить, который час, почему мне ему не доверять, он мне еще ничего плохого не сделал, да? Вот, но вы тряхиваете ему кошелек в карман, то есть я не собираюсь, да? То есть и ваша подружка после того, как перестанет быть вашей подружкой, может сделать вам такое, что вы, честно говоря, вы в ахере будете. Понимаете? И наверняка кто-то уже в этой ситуации был. Поэтому материал вам этот хорошо зайдет. И поехали. Классификация манипуляций, ребят. Классификация манипуляций – это встречная манипуляция. Опять же, давайте я на манипуляторов переключу. Сейчас. Смотрите. Это типы манипуляторов. Опять же говорю, что не бывает чистых типов. Вот прям вот только вот он такой, как с картинки списан, да? Бывают сочетанные типы. У вас бы много кнопок, у манипулятора много лиц. Понимаете? Не зря я вам сюда прицепила маску, что если манипулятор талантливый, он может менять маску по 10 раз на дню. И вы никогда его не поймаете. Как я где-то писала, вот мне девчонкам эта фраза понравилась, что он как обмылок на кафеле. Понимаете? Вот уроните обмылок на кафель и попробуйте взять. Он же, сука, скользкий, понимаете? Его ж, блин, не прихватить, потому что у него эти маски, и он их виртуозно просто хоп-хоп-хоп переодевает. И ты даже не понимаешь, до какой степени ты заплелся. Это реально, если вы не самодостаточны, если у вас кнопки на лбу, то манипулятор с вами играется, как кошка с мышкой. И вы даже никогда не поймете. Поэтому виды манипуляций, опять же говорю, мы не будем со знаком плюс разбирать, что есть осознанные манипуляции. Это манипуляции на 90%. 90% манипуляций со знаком минус, это осознанные манипуляции, которые человек готовил. Реально готовил. То есть я сделаю это, и мне будет это, и это много раз прокатывало, поэтому, а, у тебя кнопка на лбу, все, я подойду и нажму. То есть люди, которые этими навыками обладают, они могут жить долго и счастливо, именно потому что их кто-то жалеет, кому-то перед ними стыдно, кто-то перед ними виноват, кто-то ему должен и так далее. Так можно прожить долгую жизнь, понимаете. Вопрос, будешь ли ты от этого счастлив, непонятно, да, ну и, да, как бы и бог с ним. То есть 90% всех манипуляций, это вот эта прямая манипуляция в лобешник, которая заходит как стрела, четко бьет по мишени, имеет стратегию, ну, скажем, ее так же просто и отразить. То есть у меня для вас хорошая новость, что 90% манипуляций очень легко отзеркаливаются, и вы это будете уметь уже завтра, вопрос, будете ли вы это применять, я не знаю, но научите, я вас научу. Потом есть манипуляция встречная, когда встретились два манипулятора, понимаете. Вот обычно есть манипулятор и манипулируемый, а тут встретились два манипулятора. И когда начинается вот этот торг, помните, я мне, ты мне, я тебе. Так, и что? И то есть в итоге либо они расходятся, либо они меняются. То есть, а меняются как? Либо они меняются, то есть я сейчас скажу вот это про тебя, и тебя везде забанят, а она скажет, давай, а я скажу вот это за тебя, и меня везде забанят, а тебя закидают говном. И что, поехали? И вот они стоят вот так друг на друга смотрят, ну че? Кто первый начнет? Знаете, как бараны на мосту, вот так вот стоят, и че? Кто первый? Валяй. Ну ладно, мир, к примеру, да. А кто-то не выдерживает и нажимает эту кнопку первый, и начинается война. И там, бери попкорн называется. Вот этот срач, это мы постоянно видим это в лентах, мы постоянно видим это в соцсетях, когда идет встречная манипуляция, и срутся две дуры, понимаете. Вот они просто реально развели срач на всю вселенную. Как я говорю, дед подумал, что война, сделал пушку из говна. И вот это вот у каждой пушка из говна, и они, конечно, там, блин, такое несется, а все остальные любопытные сбежались, купили попкорн, а потом разделились еще на два фронта. Это вообще просто, это классика жанра при встречной манипуляции. То есть можете понаблюдать. И есть еще один тип манипуляций, которые вы мало где об этом прочитаете, вернее, практически нигде вы об этом не прочитаете. Это, как я говорю, ебанько из сказки Морозко. Вот больше нигде, понимаете. Этого нет ни в одной классификации. То есть то, что изучают психологи, вот у меня здесь даже это не написано. У меня написано просто тролль. Да? Да вот кто такие тролли, ребят? Тролли – это те манипуляторы, у которых нет видимой цели, у которых нет никакой причины, у которых практически нет стратегии. Это обезьяна с гранатой. И манипулирует она просто с целью поржать. Вот это вот, я честно говорю, что это ебанько. Их, они бывают, их реально много, достаточно много. И против них я бы даже не стала манипулировать. Там есть либо ответка такая, чтобы он сразу умер, да, из твоего окружения. То есть вот просто, вот ты ответила так, что второй раз уже будет очень больно. Второй раз будет очень больно. Либо это игнор. То есть тебя здесь нет. Потому что если вы такой же тролль, если вы такой же тролль, это будет встречка. И когда срутся два тролля, это вообще в цирк ходить не надо. То есть либо у вас есть силы, чтобы тролля задавить, либо у вас есть силы, чтобы тролля не кормить. Помните, не кормите тролля, потому что он просто поржать. У нее нет цели. Ей нравится, когда ты ведешься, да. То есть начнем с того, что тролля не надо убивать. Нужно просто сделать так, чтобы он этого не делал, да. Нас устроит любой вариант. Либо он исчезнет, либо он заткнется. То есть дайте вот такого леща, чтобы он заткнулся. Либо вы тролль еще сильнее, и вы его просто перетролили. То есть он ушел плакать. Вопрос, это надо? Не надо. То есть я хочу сказать, что я тролль еще тот, и мне уже давным-давно не доставляет это удовольствие. Вот иногда я как бы забавляюсь каким-нибудь, если я вижу ебанько, я забавляюсь. Если я вижу другого манипулятора, я нет, я просто так троллить я не буду. Мне это нафиг не надо. Вот, поэтому что такое тролль? Это пуля в голове, да, то есть разрывная. Это вброс говна в вентилятор. Это как хотите, да. То есть они не играют с вами в шахматы. Вот понимаете, вы с ним играете в шахматы, а он с тобой в Чапаева. То есть он подошел, вот просто с фигуры смел с доски и ржет, стоит. Ну дебил, дебил, ну ладно. То есть с ними приходится поступать, их надо ампутировать. То есть как бы из своего окружения вот просто сразу, просто сразу. Поэтому, ребят, давайте про мишени. То есть мишени еще раз пробежимся быстренько, да, потому что нам уже скоро будет пора закругляться. Время летит как одна минута, да. Вы их заскриньте или перепишите. И у вас сегодня будет домашка. Вам нужно будет посмотреть два фильма. Два фильма, которые про манипуляции. Причем один фильм будет комедия, а второй психологическая драма. И один фильм будет комедия, будет с хэппи-эндом, а психологическая драма будет с трагическим концом. И, пожалуйста, ваше домашнее задание. Посмотреть не на себя, а посмотреть со стороны. То есть с собой работать тяжелее, с собой мы будем работать завтра. Сегодня отдыхайте, сегодня вы занимаете позицию наблюдателя. И когда вы будете смотреть вот эти два фильма, Пожалуйста, посмотрите, где манипулятор, где манипулирующий, и какая манипулируемый, и на какие кнопки манипулятор нажимает. На вину, на страх, на стыд, на эго, на гордость, на жалость, на несамостоятельность, на зависимость или что-то еще. Да, какую стратегию он использует, да, и к какой шкале относится сам манипулятор. Давайте смотрим. Жертва. Жертва это кто? Это по сути своей нытик, да, Что это жертва обстоятельств, это жертва кого-то еще, то есть он никогда не виноват. Если он опоздал, это виноваты другие люди, и самые мы не местные. И ну что ты, боже мой, и ты же добрый, ты же можешь мне помочь, да, ты же меня любишь, да. Да нет, нет, ты меня неправильно понял. Это поведение жертвы. Скажите, пожалуйста, какая мишень у жертвы? Конечно же, жалость, да. То есть у жертвы мишень жалость. Возьмите всю эту табличку, Свидите воедино, и вы прям проведите вот эти стрелочки, что, что ты пожалей меня, у меня маленькие дети, пожалей меня, у меня болеет мама, пожалейте меня, подвезите меня, заплатите мне, дайте мне, подарите мне, и так далее, да, что если у вас жалость, это слабое место, жертва будет ездить на вас всю оставшуюся жизнь. Дальше у нас идет провокатор. Замечательный тип, который бьет на слабо всегда. Да, то есть это тот товарищ, он не совсем тролль, нет, он напористый, провокатор, он будет задирать вас, он такой-такой немножко хулиган, да, вот такая хулиганка, она тебе скажет, что тебе слабо, да, и ваша задача его контролировать вас. Вот задача провокатора, чтобы он контролировал ваше поведение, он будет вас разводить в какую мишень, он будет разводить вас через эго, он будет разводить вас через гордыню, он скажет, что ты лучшая, да, ты избранная. Человек начинает нести ему свои деньги, человек начинает покупать то, что ему не нужно на самом деле, человек начинает тереться вокруг этого провокатора, да, потому что близость к красивой, успешной подружке. То есть вот так вот всегда делают, знаете, на дискотеку всегда ходят с некрасивыми подругами, да, то есть одна в стайке обязательно звезда, а две остальные они ее слуги, да, то есть вот, и если эта подружка, она тебя прихвалит, да, и скажет, пойдем со мной, я тебя проведу в какое-то общество, да, а давай я поставлю про тебя свою сториз, а давай я тебя там сделаю с тобой селфи, там, я не знаю, и ты стоишь рядом с ней, и эта королева, она абсолютно тобой будет управлять, потому что рядом с ней так-то ты тупая, понимаешь, и страшная, а рядом с ней на тебя, может быть, хоть кто-то посмотрит, сама по себе-то ты ничего не значишь, да, ты только рядом с ней. И дело в том, что этот провокатор, она же берет вас как за ниточки, да, она начинает сталкивать вас лбами, она начинает прикалываться, да, она начинает вашими руками что-то делать, она начинает вашими руками передавать кому-то приветы и записочки, она начинает вашим голосом кого-то троллить, она сама ничего не делает, вы превращаетесь в ее тролля, понимаете, и этот реально эти провокаторы, они могут очень долго над вами изгаляться, и ваша самооценка все будет ниже, ниже, ниже и ниже. Ты будешь некрасивая подружка, а она станет твоей наркотической привязанностью, да, то есть вот очень-очень хорошо это срабатывает с девочками, особенно в нашей среде, да, когда тебя, тебя могут приманить на огромный диплом, тебя могут приманить на репост твои сторис, тебя могут приманить на все, что угодно, да, вопрос, хочешь ли ты сама этого, если это действительно цель у вас общая, создать какую-нибудь челлендж, да, там, я не знаю, создать какую-то тусовку, чтобы это все реально завирусилось, да, чтобы это как бы, тогда вы, да, тогда у вас общая цель, вы договорились, вы прикалываетесь, у вас дискотека, а если нет, а если тебя используют, если ты сама не хочешь это делать, вот тебе не хочется, да, и тогда подумайте об этом. Дальше, кто у нас тут идет? Судья и критик, кто такой критик? Давайте, кто такой критик? Это тот человек, который все про вас знает, который на самом деле все права за вас считает, он постоянно подрывает вашу компетентность, то есть это тот человек, который везде сует свой нос, стоит вам что-то начать, он приходит, говорит, что ты делаешь, это не так делается, да, то есть, да ты что, ты, ты что вообще, что ли, что ты тут устроил, да, еще мне очень нравится, где вас воспитывали, меня спрашивают, да вы как бы некультурная, да, то есть это на что вам бьет, это бьет, естественно, на стыд, это бьет, естественно, на эго, вы взрываетесь, вы начинаете оправдываться, что нет, ну что вы, я на самом деле вообще не такая, да, и как оправдывается, скажем, тот, запомните, оправдывается только тот, кто не прав, да, и вот целью именно вот этого манипулятора это заставить вас оправдываться, заставить вас почувствовать себя неудобно, стыдно, почувствовать вину и воспользоваться этим, это очень интересно, это вот эта вот мишень, особенно на нее ведутся реально умные люди, потому что интеллектуально развитый человек начинает сразу сомневаться в себе, он говорит, господи, со мной что ли что-то не так, что-то, что происходит, то есть сначала начинаешь сомневаться в своей нормальности, а вот эту механику видишь уже только потом, что тебя поимели, вот, а ты остался при своих нолях, да, вот, дальше, защитник, ой, это вообще, защитник, это манипулятор, который говорит, что ты без меня не можешь, куда ты без меня, ты без меня пропадешь, я твоя надежда и опора, ты что, ты пойдем со мной или слушай, что я тебе говорю, что ты без меня будешь делать, да, то есть каждый услышал свой голос или голос, когда обращались к нему, да, дальше идет дружбан, очень интересный тип, я его встречаю очень часто, это люди, которые лезут к вам без мыла, это люди, которые просто тебя в десна готовы целовать, ты еще не знаешь, как ее зовут, а она на тебе уже виснет, она уже хочет с тобой куда-то пойти, она тебя уже куда-то зовет, вот, сразу начинается вот этот поток дифферамбов, что ты такая классная, ты такая хорошая, и он тут же, то есть может быть это искренняя благодарность, как понять, что где искренняя благодарность, а где манипуляция, манипулятор тут же начинает рассказывать о себе самое сокровенное, защитник бьет по страху, всегда, защитник бьет по страху и по зависимости, зависимость и неблагополучие, я имею ввиду несамодостаточность, вот туда бьет защитник, когда ты реально боишься, что ты останешься один и пропадешь, вот, да, с голоду умрешь, прям по миру пойдешь, понимаете, вот, поэтому давайте-ка ребятки перезайдем, я просто начинаю гнать, я лучше слеплю несколько трансляций вместе, потому что осталось совсем мало времени, и я, мне осталось тоже немного чего вам сказать, но я просто боюсь, что сейчас во время вот этой гонки мы упустим что-то важное, хорошо, поэтому давайте я завершу эфир, попью водички, сохраню его и перезайдем, хорошо, потому что я начинаю торопиться, а вам хочется подробностей, я прям это чувствую, давайте. Давайте.